Здесь что-то новенькое, да. А давай сюда заглянем. Камин, это так жара. Привет, наши дорогие. Мы приехали в любимое кафе Мноензе, в Тиргартене отмечать день рождения Алекса. Ну так, посидеть втроем с нашей маленькой семьей, а отмечать уже более крупные будем следующие выходные. И мы поняли, что здесь все поменялось. Здесь абсолютно в другом месте ресторан, выглядит по-другому. Мы даже немножко заблудились, так что виновник торжества пошел выяснять, где что, куда нас посадят. Хотя сегодня у нас двойное торжество, потому что не только день рождения Алекса, но и день матери. Это для меня первый день матери, так что повода в целых два. Посадили нас на улице. Очень приятно. Там озеро, вот что здесь классно, это парк и озеро. Да, виновник торжества. Да, здесь классно. И мы впервые в таком составе. Собственно, поэтому я впервые отмечаю день матери. Капитан очевидность, да? Да. Тот момент, когда принесли еду, а напитки еще не принесли. По-моему, это, конечно, очень странно. Но у них сегодня, видимо, перебор народу. Здесь пицца из печи. Мне кажется, это реально очень хорошо. А у меня ризотто со спаржей. Такая зеленая жижка. Немножко странно. Кто-то проснулся и поздравляет папку. Стихи почти декламирует. Тут очень прикольный интерьер. Я вам сейчас покажу. Такой как бы охотничий домик. Раньше все было по-другому. А сейчас они перестраиваются. И вот эту часть открыли временно, наверное. Даже не поняла. Камин, это, конечно, немножечко лишнее. На улице и так тепло. Но зато очень красиво, уютно. Здесь тортики. Как раз многие в 5 часов вечера приходят выпить кофе с тортиком. Я держусь, я зажист. Я спортсмен из-за жизни. Меня сегодня Саша отпустил на спорт. Перед тем, как мы встретились, они гуляли слева в зоопарке. Я позанималась. Поэтому после такого труда в зале, как-то даже не хочется брать тортик. Я сегодня, по-моему, единственная в зале. Шучу, конечно, но, видимо, у всех уже праздники, лето, отпуска. Никто не хочет заниматься. Приветик всем еще раз. Эту часть влога я снимаю только от Алекса. Мы с вами сейчас вместе пойдем покупать ему подарок. Я была на спорте. Здесь Apple Store прям под боком. Поэтому делаем ему сюрприз. Посмотрим, как мой новый iPhone XS Max. Господи, запомнить бы это название. Как он снимает видео. Потому что теперь я хочу снимать влоги и телефон. У нас опять утка похолодала. Я все иду закутанное. Заходим в этот тур. Я бегу, потому что через 10 минут истекает моя парковка. Я заодно наклеила пленочку на свой телефон. Я всегда, кстати, делаю эту пленочку именно в Apple. Потому что она стоит буквально 30-40 евро. Они ее бесплатно клеят. И если он упадет, то... Она защищает реально. У нас сегодня второй раунд. Отмечание дня рождения. Едем поздравлять нашего папку. Собираемся всей семьей. Да, ты поздравляешь папу? Как мы теперь полюбили кушать ручку, это невозможно. Давай соску. Бери соску. Сладкий. Алехандро. Да. Привет, привет. Привет. Поедем отказную. Мы бежим в Рейстик. Это тот ресторан, где мы уже были. Даже пару раз. Там Анька отмечала свой день рождения. И потом мы просто приходили. Нам как-то так понравилось. Тому очень вкусно. Очень быстро. Очень качественно. И вообще удобная локация. Как раз по середине города. Всем удобно. Я сегодня в аутфите из своей летней капсулы с ботинками и с клинционой сумкой. Надеюсь, вы уже посмотрели на моем канале. Если нет, то заглядывайте. Там очень прикольные, очень актуальные образы. Мне прям самой нравятся. Ветер просто ужасный. И даже хорошо, что мы не выбрали открытую террасу на сегодня. О, Аня уже на месте. А там, кстати, Лега Ленд. Когда будет Лео годика три, можно его туда сводить. Знакомый. Знакомый байк. Я могу пока беспалевно примерить сумку. Ой, я встала против света. Николай, что я не могу. Мне кажется, что эта сумка может быть как элегантной, так и нахуй. И фарсой. Поэтому, блин, она... Я сюда поставила против света. Мне кажется, мне сюда подходит, да? Больше, чем Аня, так что я пошла. Сфоткай меня тоже. Я хотела... Просто у меня два фотка. Блин, а здесь жарко, реально. Вот, мне не больно. Не, мне кажется, Ане эта сумка вообще не подходит. Согласитесь. Вот мне другое дело. Это начинающий блогер, вы ничего не понимаете. Конечно же, там в говняном пакете. Как всегда. Чтобы нельзя было догадаться, что это. Ну да, это там не другое. Это пакет. Какой-то пакет. Там с другими говнянцами. Сынок тоже заинтересовался, да? Один пакет, да второй пакет. Видишь, два пакет. И находим там... О, моя гадоба. Это же айфоша. Это чтобы ты мне не завидовал. Спасибо, Анатолий. Это потрясающе. Паражируйте сейчас. И скажи, что ты... Обязательно. Не будешь смотреть в экран. В айфоне так надо, как и вручу маницу. Все набрали кучу спаржи. У мамы запеченная спаржа. Здесь тоже фланг кухон со спаржей. Что, что интересно? Мужику так просто всерьез. Сейчас проверим, сынок. Ты на меня похож или нет? Давай сможешь что-то сблокировать? Мой телефон. Так, нет. Лео, смотри в кадр. Давай, Лео, смотри в кадр. Нет, не срабатывает. Что ж такое-то? Не работает. Давай еще разочек. Как весело, да? Нет, он только кот предлагает везти, видишь? Вообще не срабатывает. Подожди, он там не тоже не срабатывает. Что, фигня? Сработал. На самом деле, Face ID, это, конечно, самая прикольная фишка. И в десятых айфонах многие жаловались, что не срабатывало. Если там, не знаю, девочка маску нанесла или какие-то солнечные очки. У меня тоже, кстати, сначала в солнечных очках он не считывал. Но сейчас... Что ты там делаешь? Я проверяю, насколько он на тебя похож. А, он теперь мой айфон пытается расплакировать. Вот, да. Как мы выяснили, он образовывается, лучше запоминает лицо. Ты там крутишь той стороной, другой, пятый, десятый. И он как-то потом считывает, даже если держишь немножко снизу. То есть, ну, например, когда я беру свой айфон, да, я держу его снизу. И он по моей челюсти понимает, что это я. Да, я проведу эксперимент в очках, как раз. Разблокируется он или нет? Оп, сразу разблокировался. Ну, это как-то челюсть палит явно, да? И ширину лица или что-то. Я думаю, что он запоминает расстояние от одного, другое расстояние между ушами, например. Да, от носа до гуда-губ. Вот, форма подбородка, форма лица и многие другие. Даже несмотря на то, что у меня достаточно крупные очки, все равно при этом он меня запомнил. Причем нам еще друг сказал, что была такая фишка, что люди делали фотографию, показывали фотографию лица. Типа Face ID разблокировался. Мы решили проверить, но, конечно, это ничего так не работает. Может быть, тоже так в самом начале, когда оно еще было сырым. Потому что это было бы очень просто, да? Например, в зал фотографии он босса, залез в его телефон какую-то информацию добыл. Конечно, так ничего сейчас невозможно открыть. Да, что ты веселишься, малыш? Сынок смеется. Как смешно, залез в босс. Че, залез в босс в телефон? Залез? Сам босс. Ты сам босс. Блокосос. Бэйби босс. Бэйби босс. Бэйби босс. Залез в босс. Блокосос. 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 дня чтобы привыкнуть к новым функциям такой спортивный малыш спортивный малыш за зенитную установку мы сделали вывод что лево просто так телефоны не разблокирует и никуда не заберется он же так быстро растет у него лицо будет меняться кстати да вот тоже интересно если ты сойдись чекает его вот такое лицо с круглыми щечками например через два года он станет активным будет много бегать прыгать и скорее всего схуднет потому что много были очень худые детстве и садись карт нет спасибо что были с нами напишите в комментариях пробовали вы уже face 1 на новых айфонах оставайтесь с нами и до новых встреч пока пока